Миллиарды лет жизнь на нашей планете развивалась в условиях 12-часового дня и 12-часовой ночи. Огонь был открыт очень давно, но свечи мы используем только последние 5000 лет, а электрическое освещение всего один век. Вот так выглядели штаты из космоса. 20 лет спустя. Еще 20 лет спустя. А так они будут выглядеть еще через 20 лет. Раньше наши небеса выглядели вот так, а теперь они выглядят вот так. Фотография слева была сделана во время отключения электричества. Сегодня это единственный Млечный Путь, который доведется увидеть нашим детям. Но что с того? Влияет ли это на наше здоровье? Свет, а не шоколадка Милки Уэй. Давайте выясним. Вы, возможно, слышали, что свет в ночное время увеличивает вероятность возникновения рака груди. Это правда или вымысел? В прошлом году было опубликовано два отчета, опирающихся на существующие факты. Электрический свет вызывает рак. Вы, наверное, шутите. Что ж, давайте взглянем на факты. В самом центре нашего мозга находится шишковидная железа, так называемый третий глаз. У нее только одна функция – вырабатывать мелатонин в темноте. Она связана с нашими глазами, и на заре железа останавливается. Ночью она снова начинает работать. Таким образом, наши органы узнают, какое сейчас время суток. Они реагируют на уровень мелатонина в крови. Считается, что мелатонин подавляет развитие раковых опухолей. Как бы заставляет опухоль спать ночью. Давайте проверим эту гипотезу. Если она верна, должны ли слепые женщины быть подвержены риску развития рака груди в большей или меньшей степени? В меньшей, так ведь? Потому что шишковидная железа никогда не перестает работать. И что бы вы думали? Слепота на самом деле защищает от возникновения рака груди. Риск уменьшается наполовину. Как дело обстоит с посменными рабочими, которые часто работают по ночам? В их случае этот риск будет увеличиваться, правда? Выработка мелатонина прерывается. А если вы живете в районе с ярко освещенными улицами, риск увеличивается. Были рассмотрены снимки со спутников. И в районах с очень ярким освещением риск действительно возрастает. В любом случае, какое это имеет отношение к питанию? В прошлом году впервые были проведены исследования о взаимосвязи уровня мелатонина и диеты. Гарвардские исследователи обнаружили два вида продуктов, которые значительно подавляют выработку мелатонина, как и яркий свет, ночью. Они проверяли фрукты, овощи, орехи, хлеб, мясо и молоко. Какая же группа оказывает такое негативное воздействие? Употребление мяса и молочной продукции связывается с понижением уровня мелатонина, что может пролить свет на тот факт, что употребление мяса и молока взрослыми связывается с повышением риска возникновения рака груди в зрелом возрасте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!